И сижу работаю, а мне куда торопиться, рассказывает Владимир Гаврилович, местный резчик по дереву. Работать с деревом любил с детства. Говорит, всегда что-то мастерил. Когда я учился в школе, у нас был очень, я не знаю, ну как его назвать, ну отличный учитель по труду. Он мастер-краснодеревщик Степанов Александр Андреевич. Может быть он привил нам любовь к обработке древесины, ко всему, ко всему. Ну и я как-то с детства этим занимался, увлекался и любил что-то там строить, пилить, строгать. Профессий за 65 лет у Владимира Гавриловича было много. После армии работал учителем начальной военной подготовки. После окончания института стал преподавать математику. 19 лет был директором школы. А вот хобби – одно и навсегда. Особых пристрастий в резьбе, говорит наш герой, у него нет. Нравятся и простые, и сложные. В исполнении узоры. Не придерживается мастер и стандарта. Потому что не любит повторяться. Вязанное полотенце. Это старинный русский орнамент. Старинный. Вот им в основном под крышами делали облицовку саму. Оно наружу никогда не выходило. Всё где-то скрыто под фронтованными, там везде и всюду. Старинный просто полукругом был, а я уже стал идти. Ну, стал ходить. Среди биозинцев умельцев хватает. Но почти в каждом доме можно встретить изделия, выполненные Владимиром Гавриловичем. Мелочевку различную, ну, просят соседи вот там, то колунищик, то топорище там сделает, то саночки там дровюшки возит. Ну, а так, чтобы специально там, ну, до этого ещё руки не доходят. Да и материал нужен хороший вот берут. Самый лучший материал добавляет мастер – это кедр. Но работать с ним сложно. Для своих работ Владимир Гаврилович использует в основном сосну и ель. Сосна, ель, вот, осина хорошо режется тоже. Но осина, она только для внутренних обделок, чтобы не было атмосферных осадков на неё. А ревется она прекрасно. Тревесина мягкая, хорошая. Ну, а самый качественный материал – это кедр, конечно. Это уже не сравнивается. Сам процесс изготовления любого предмета, будь то наличник, стол или кресло, требует и терпения, и сноровки. На вопрос «Устаёте?» Владимир Гаврилович отвечает, смеясь. Нет, ну, а как уставать? Нет, если любимое занятие, ну, как уставать? Ну, это хобби, понимаете ли, нет? Ну, тянет к этому. Ну, представьте, ну, зима, вот, ну, сейчас летом, конечно, работаю, там, огород, ну, а зима. Ну, управился, ну, и до вечера. Ну, что делать? Ну, что делать? Владимир Гаврилович сам построил свой дом. Здесь, в Биазе, говорят, дом Борисовых самый красивый, резной и яркий, как сказочный терем. И это действительно так. Всё, что сделано, как мы видим, сделано руками нашего героя. Вот только последователей. Горюет умелец? Пока нет. Елена Кинт, Николай Подскрёбышев. Специально для проекта «Область в лицах». Анастасия «Область в лицах». Анастасия «Область в лицах». Анастасия «Область в лицах». Анастасия «Область в лицах».